МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новина региона» у студии Олена Милешанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. На Могилешине началась уборка бульбы. Электронный рецепт может отримать каждый жахар Могилёва у поликлинице по месту жахарства. Каштудная историчная знаходка. Увёзцы новосёлки. Знайдены решты кареты Ди Фурманки 1812 года. На Могилешине началась уборка бульбы. Под гэтую культуру сё летов в области отведено больше за 6 тысяч гектаров. Завершить работы по традиции плануется прикладно до 20 вересня. Большая площадь подруги хлеб всё лето отвели Бабруйске, Бялынинске, Могилёвске и Шкловске районы. Яны традиционные лидеры в области по выросшиванию гэтой культуры. Летость середняя уроджайность на Могилёвщине склала 221 центнер с гектара. Сельгазорганизации разом с селянскими фермерскими господарками накопали 151 тысячу тонн бульбы. Самые высокие покажки в области, якого отримает фермерская господарка Ди Яна Шкловского района. Такой ровненькой и достатково буйной бульбе у господарцы рады. Дожды, які были после высадки клубню, добро отбились на уроджаи. Бульбой у деяния засаджена амаль тысяча гектаров. Летость у господарцы сбирали по 380 центнеров с гектара. Всё лето спадяются на яще большую уроджайность. Бульба у основным пойдет на экспорт. Господарцы гэта выгодно. Картошка – это наша исконно белорусская культура. И если можно на чём-то зарабатывать в этих нынешних сложных экономических ситуациях, так это отлично картофелеводства. Как правило, меньше 40% урендавленности на картошке мы не имели. За захованость выкопанной бульбы тут не хвалюются. У господарцы три сучасные бульбасховища, у яких потребуется необходимый микроклимат. Добро заховать они могут до 30 тысяч тонн бульбы. Причём не 7-8 месяцев, як гэта был раней, а год – амаль до наступного уроджаю. Олесь рыбалка – новин региона. Аграры испынили жневоза до жоу. Особливо моцный прайшов у городским районе. По информации об алгидромета, за ночь выпала 2,5 декадных нормы опадков. У ночи с 22-го на 23-е жнивня у многих районах Могилёвской в области прайшли моцные ливни. Але большу сягу опадков выпала у городским районе. 54 мм – ци 230% декадной нормы. У Абл-гидрометик квалификуюсь гэта як вельми моцный дождь, што заявляється небеспечной з'явой на дворья. А днебесной канцеляры досталася воды и Кировскому району. Тут за ночь выпала декадная норма опадков, што на мове синоптиков з'являється не с прияльной з'явой на дворья. По прогнозах, у ближайшие сутки заховається дождливое на дворье, чекаються протяглые, а местами моцные ливни. И только в пятницу почнеться потепление. Дарочи, як отзначили и у городским, и у кировским районкамах, дождь бяды не принес, просто добра палив землю. Меж тым, як удокладнили у Абл-сельгасхарчу, полявые работы протягиваются. Газподарки перепахвують гребу и сеють азимы рапс. Сучасная информационная система допомагает удосканалить медобслуговывание пациентов. Так, дякуючи интернет-ресурсу, могилючане отримали махчимость забронировать талон до урача. Амбулаторная карта жахару города у поликлиниках переводятся у электронный вариант. Тепер идти финальный этап компьютеризации. Кожен жахар могилёва може отримать электронный рецепт у поликлиниці по месту жахарства. Як гэта працює, наступный репортаж. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я у вас получить пластиковую карту для получения электронных рецептов? Да, пожалуйста, паспорт. Сейчас, одну минуточку. Электронный рецепт гэта пластиковая картка с индивидуальным штрих-кодом, где зашифрованы инициалы пациента, пашпортные данные и информация про усе выписанные ему рецепты. А в широком сенсии адзіна база данных и оперативный доступ урача до информации об лековых сродках, які назначили. Разом с тим и нагрузка на регистратора упоменьшилась. Карточка регистрируется очень просто, подносится к сканеру, она сразу сканируется, и на мониторе компьютера выскакивает сразу фамилия. Всё это очень доступно, очень просто и очень быстро. Пластиковые картки у наявности во усіх поликлиниках Махилёва, у тимлику и дитяших. Их выдають одразу по запыте. Сканерами обсталеваны усе установы и аптеки державной сети. Врач будет выписывать ему препарат через компьютер и, предъявив эту электронную карту в аптеке, человек может получить препарат, назначенный врачом. Кроме этого, доктор будет видеть, человек получил препарат, либо не получил, для контроля лечения. Разом с электронным назначением Махилюшанам покуль выдается паперовый аналог. А ли у недалёкой перспективе, говорит специалисты, мы цалком будем корыстаться электронными носбитами. А до проекту долучатся и аптеки коммерцийных сеток. Проект распроцованный у першу жаргу для скорочения документа оборота, а так само к обметь полную информацию про оборот лековых сродков. Электронный рецепт – это очень удобно. Ну, а во-вторых, надо идти в ногу со временем. Катярина Градницкая, Кристина Каранкевич, Александр Артемьев, Новины Региона. По традиции, звернуться с питаниями до представников у Лады жахары в области смогут у субботу, 26-го жнивня. У Могилёя и Бобруйского и во всех райвы-конкамах Могилёшины пройдут промые телефонные линии. Так, с 9 до 12 година у Могилёвским обл-выконками промоют телефонную линию, проведя керавник с правами Рыгор Воронин. Телефонуйте по номеру у Могилёве 50 18 69. Коли у вас есть питание, идти и пропонуваю по контролю за выконанием документов типа работе со зворотами грамадян и юридичных особ. У Могилёвским гор-выконками ваше телефонование будет промать керавник с правами Сергей Шинкаренко. Номер телефона 42 21 02. У Бобруйским гор-выконками свои питания можно будет задать первому наместнику-старшине Олегу Ковелю. Телефон у Бобруйску 76 21 41. Жахары Могилёвской области стали меньше скардицем на жильёво-коммунальную господарку. Колькость скаргов у ГЭТЫ ГЭЛЕНЕ скоротилась на 12%. Такая динамика назирается в правонании с первым погодом 2016-го. На работу коммунальников меньше на ракадне установится и в городском районе. Мясовый жилкам газ наведала Олеся Рыбалка. У широку традиционных зворотов жахары горок часто вознимают просьбу выращать проблему с бадяжными собаками. Справа у тым, что такой структуры, як до прикладу спецаута предприемства в Могилёве, у райцентрах нема. Сегодня мы уже этот вопрос прорабатываем. Будем проводить процедуру переговоров или открытого конкурса. Пока мы еще смотрим на законодательной базе, как это будет проходить по выбору специализированной организации, которая сможет сегодня предоставить такую услугу нашему району. Стан дорог, доброго порадкования двору, дитячая пляцовки, коммунальник, який обслуговывает жилфонд, предприемство прибытковое, шмат питаний узнимает. Але его керавництво лечит, что и сумесные с жихарами намаганни приносят корысть. Тому субботники у горках пропоновываются регулярно. Когда человек увлаживает свои, хоть мал-мальские средства, или даже принимает участие, он тогда бережнее относится. У практицы районной улады и сустречи с насильництвом. Так бы, мовить, непосредственно у дворах микрорайонов. У председателя традиция такая, поэтому любой приходит, и сразу руководители здесь, и ЖКХ, и все, на микрорайоне происходит встреча. Там вопросы прямые и неудобные, поэтому... То есть такая форма у нас действует? Да, такая форма у нас действует. Насчет уборки хочу сказать, что очень хорошо убираются улицы. Хотя дворников на улице стало видно меньше, а вот уборочные машины ездят, подметают, ну, у нас чисто. Хотелось бы, чтобы было больше вот этих горок детских, потому что город молодежный, вот этого хотелось. А так подъезды убираются, два раза в неделю у нас влажная уборка, причем все четко, должно минимум три человека в подъезде расписаться за эту уборку. Скаргаун на ЖКХ у районе, саправды, стало меньше. За первое поугодзе у райвыконкам их поступило только 47, а гэта на 11% меньше, чем за таки ж леташний период. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, Новины Региона. Литерально днями исполнилось 205 годов шасу битвы под Салтановкой в войну 1812 года. Его изнаходка, якая меркуют археологи, належит тому часу и тем падеям. Увезцы новоселки Могилевского района подчас земляных работ на приватной сядебе знайдены решти кареты ТІ Фурманки 1812 года. Когда мы проводили земляные работы на нашем участке, мы нашли какие-то старинные вещи, нашли колесо. Мы думали, это колесо от пушки, как потом оказалось, не совсем. Но вначале мы как-то так не бросили внимания на это. Потом обратились к специалистам Могилевский педуниверситет. Они приехали, ну и определились, что 1812 год. Археологи, яких выкликали на место, меркуют, что это речь из места битвы при Салтановце у войну 1812 года. Новоселки месяцца побыч Салтановкой, тому совсем не выкликаясь дзюлення, что тут знаходят речи того часу. Это железный обыд от колеса, хорошо сохранившийся от колес телек того времени. Да кола вось, на якую колы мацаваліся. Ровная дошки с каваным цвиком того часу, кавалкі с куры і рэшты абутку. Мы предполагаем, что это русский башмак. Он однозначно периода наполеоновских войн, потому что он изготовлен из кожи. Здесь видно, что каблук изготовлен из нескольких прослоек кожи. И помимо этого, характерно для той времен, они были паркованы вот такими вот железными гвоздиками. Гэта была фурманка, колеса, альбунават карета часу Наполеона. И худшей за усё, паводлі плану боевых дзейню, фурманка была усёж таки русская. А вось ранейшая знаходка напылна з іншага боку. Это картеч, была найдена у нас в саду. Нашли её мои родители, тоже был достаточно давно. И с тех пор это стало такой своеобразной нашей семейной реликвией. Тут находились русские войска, скорее всего, это повозка или карета, это русская. Ядро, соответственно, французы стояли на том берегу ручья. Ну, соответственно, ядро, скорее всего, французское. Рэчы, знаешь, ліна, глобініў некалькі метроў. Там же былі і кусткі коня. Яны трапіли ў слою глины, дзе без доступу па ветра добра захаваліся. Господарам сядзібы гэты набор, конечно, был незразумелый, падаваўся нікому непотрэбным. Але ўсё ж яны запросіли спеціалістів і оказалася цікавы і каштоўны знаходкі, які стануть музейными експонатами. Битва прасалтануце завершілася, можна сказаць, нічіюй. І русскі і французы засталися прасваіх. Битва дужалася адзін день, але загінули ўюй божы за п'ять тысіць чалавек. Русскіе часува отступали, іх пераследували. І, вероятно, в ході этого праследування, при попытке пересечення этого ручня, было ещё одно столкновення, в ході которого мы обнарушили вот эту вот карету і убитую лошадку, і, соответственно, обувь, солдатскую обувь. Усё гэты было 205 гадыў таму. Ілона Іванова, Миколай Собалёў, Новіна Регіона. Великий день физичной культуры пройдзе у обласным центры другого вересня. Традыцинно на початку восени телерадоя компанія Магилёв сумісна з Магилёвским Гарваканкамам робіт спортивная свята для аматоров активного і здорового галаду життя. Сё літа Великий день физичной культуры промерковалі до юбилея Радоя Магилёв, першій регіональній ФМ-станцій Беларусі. Імениннікі рыхтуюцца. У другий день вересня ведучая Радоя Магилёв зменять звыклую студию на сценичную пляцовку. Со спортом Радоя ведучая на ты. На пярэда дні спортивного свята физкульт-хвелінкі у редакцій стали ладзіць больш часта. Мы между тем, как выходзіць в эфір, мы паднимаем гантели, падтягімся на турніках, делаем по три минуты планку, ну і ще всякі різні спортивні мероприятия, дабы бути тож готовыми. На свій день народження коліктю Радоя Магилёв обіцяє шмат подарунков і акцій, які до речі вже розпочалися. Слухателі, які зайдуть к нам на сайт, чи в нашу групу ВКонтакте, можуть принять участь у конкурсах, які ми предлагаємо, і виграєть либо полезні бутові прибори, либо це будуть денежні подарки. Плюс, ми гарантируємо подарки тем, хто докажет, що он быстріше, сильніше, непосредзіць на празнік. Великий день физічній культури ладзіцца ў Магилёве трэцім разом і стаў доволі популярным сярот магилявчан. Сьо літа на свято чакаюць каля тысячі гастей. Традыційна дзіцяча спартывная школа розкажуць про своя секція. Так што батькі змогуть выбары для дзіцей заняткі па інтерэсах. І на місце паспробуваць вибучыць, наприклад, пару прийомов карате. В отличие от предыдущих двох раз, когда мы приглашали уже состоявшихся чемпионов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, на этот раз мы представим публики лучших спортсменов в молодежном спорте, но которые при этом уже добивались значительных успехов, становились призерами, чемпионами Європы, мира. Про новинки індустрии здорового ладу життя расскажуть фітнес-клубы города. Яны прадемонструють свае праграмы на сцене, а так сама на варкаут поліцелука. Наша фітнес-студія работает сертифіціра на фітнес-інструктора, і у нас огромное количество направлений. Мы сами учимся і хотели бы научить жителі города Могилёва этому. Поэтому для нас так важна участие в таком замечательном проекте. Нагадаем, Великий день физической культуры отбудеться 2 вересня. Чекаем усіх о 14-й године на Набережной Дубровинке. Илля Соболев, Олена Соловьева, Миколай Соболев. Новины региона. Самые актуальные новины нашей области можно увидеть и на нашем сайте. tvrmogilio.by А я за вами раз вітуюся. Дякую за увагу и до встречи. Дякую за перегляд!